Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске я отвечу на вопрос, а можно ли подкармливать морковь золой. Очень многие опасаются подкармливать морковь золой. Существует, бытует такое мнение, что морковь не переносит золы. Есть один лишь случай, когда морковь нельзя подкармливать золой. Это тот случай, когда ваши почвы являются щелочными. Во всех остальных случаях морковь можно подкармливать золой, но для этого необходимо соблюдать очень и очень важное правило. Зола содержит большое количество калия, и морковь, как корнеплод, который накапливает большое количество калия, безусловно, очень нуждается в этом элементе питания. И вот откуда же пошло это мнение, что нельзя использовать золу при подкормках моркови? Дело в том, что кроме того, что морковь очень любит калий, морковь также очень любит азот. Многие источники азота, которыми пользуются огородники в личных подсобных хозяйствах, содержат азот в аммонийной форме. Это означает, что при смешивании со щелочными растворами, а именно с золой, этот азот улетучивается. И получается, что когда вы смешиваете, например, куриный помёд, конский навоз, какие-то аммонийные соли, сульфат аммония, например, или что-то ещё, аммиачную селитру, частично оттуда улетает азот, а из органических удобрений он улетает практически полностью. То же самое может происходить и тогда, когда вы кладёте золу в зелёное удобрение. Оттуда тоже азот может улетучиваться в виде аммиака. Отсюда, вероятно, и стало бытовать мнение, что морковь не любит подкормок золой. Но на самом деле выход здесь очень и очень простой. Первый выход – это разделить во времени подкормку органическими удобрениями или аммонийными удобрениями минеральными и подкормку золой. И второй выход – это погасить раствор золы, прежде чем смешивать его с какими-либо удобрениями, которые содержат аммонии. Это все органические удобрения и минеральные удобрения, сульфат аммония и частично аммиачная селитра. Погасить золу несложно, у нас есть ролик на канале про цветок. Вы можете его посмотреть, как правильно сделать этот зольный раствор, в который без страха можно класть все вот эти органические и прочие удобрения. Это первое. И второе, что вы можете сделать, вы можете просто-напросто разделить подкормки таким образом, что золу вы вообще можете вносить поверхностно на ваши посадки моркови. Вы просто можете перед поливом, перед тем, как будете увлажнять почву, перед подкормкой, например, органическими удобрениями или минеральными вносить азот. Это необходимо обязательно проливать ваши посадки, чтобы не вызвать ожогов. Вот вы можете просто равномерно рассыпать золу по междурядиям из расчета примерно 3-4 стакана золы на 1 квадратный метр и перед поливом вот так ее внести и потом провести полив. А уже после этого сделать эти азотные подкормки. Калийные соли, которые содержатся в золе, они очень быстро растворяются и они очень быстро проникнут в глубокие слои почвы на глубину полива. И уже в самой внутри почвы аммиак не будет оттуда улетать, не будет покидать эту почву и поэтому это тоже может являться определенным выходом. Если вы запланировали на сегодняшний день проведение подкормок, чтобы не возиться там с разведением во времени этих подкормок, что на этой неделе вы кормите азотными удобрениями, а на следующей неделе кормите золой, вы можете поступить и вот таким вот простым способом. Напоминаю вам, что перед поливом обязательно морковь необходимо прорыхлить, на прорыхленную землю положить золу и после этого сделать полив. Тогда этот метод будет эффективен. Что ж, вот вам три варианта, как вы можете совместить золу с азотными удобрениями, не потерять азот и использовать такое ценное удобрение, как зола для подкормки моркови. В полной мере все, что я сейчас сказал, годится также для подкормки других корнеплодов зонтичных, таких, например, как пастернак или корневая петрушка, а также свеклы. Она хоть к зонтичным растениям не относится, но к этим подкормкам очень и очень отзывчиво. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!